Добрый день дорогие любители рыбалки. Сегодня я хотел вам рассказать о том как я делал свою снасть на камбулу. Вот эта снасть. Видео я показывал как мы пытались поймать камбулу, но так и не поймали. Но это зависело не от нас, это зависело от той рыбы плохой, которая не захотела клюнуть на нашу снасть. Добрый день! Добрый день! Снасть мы делали правильно. Начнем пожалуй. Здесь в начале такой отрезок сантиметров 15 из шнура. Для чего он делается? Это для того, чтобы не перетиралась наша леска. Мы не потеряли грузило. Обыкновенный двойной узел. Берем нашу грунтовую зацепку. Дальше. На основной ствол я взял леску диаметром 0,8. Почему такая толстая? Это для того, чтобы эти вот наши поводки, они с леской, с основной не запутывались. Опять же делаю в конце двойной узел, смачиваю его. Вязаю лишнее. И сразу делаю той длины основной леску, которая в принципе не нужна. Достаточно. Теперь сразу делаю нагрузик, чтобы не мочится, не продевать его через все крючки наши, все бусинки. Вот так вот. Теперь где-то на таком это расстоянии делаю двойной узел. Смачиваю его. Одену. На бусинку. Теперь поводок. Вот как вы здесь видите. Он сделал два основных бусинки. Вот так намного удобнее получается. И бусинка, она выдерживает большое напряжение. Для поводка я беру 0,5 леску. Завожу гусинку и делаю двойной узел. Отмеряю сантиметр на 40-50. Отрезаю. Дальше. Дальше идет у нас силиконовая трубочка. Конусная. Пыльник. Удеваем этот пыльник сюда. Он, получается, закрывает узел и в то же самое время еще и является дополнительным отводом. отводом от основной лески, чтобы леска не запутывалась. Так, надеваем наш поводок. Так, еще. Еще одну бусинку. И вот здесь делаю тоже двойной узелок. Так, теперь немножко отступаю. Немножко это, наверное, сантиметров 40-50. И опять делаю двойное узел. 40-50 сантиметров я делаю специально для того, чтобы нижний поводок не переклёстывался с верхним. Это понятно, да? Так, это крупная будет бусинка. Такие мелкие поставлю. Одна. Опять делаю поводок. Клинис. Пößать. Используйтесь. Альбом. Унешил Poke. Альбом. Я слад other. Чистоь. Да. Олимпу. ставим нашу силиконовую трубочку вот мой узелок и сверху завершающая петелька для соединения с основной леской вот что у нас получилось основной ствол и на нем два поводочка которая вращается на этой бусинке не не будет перекручиваться между собой сейчас мы дополнительно сделаем украшение для нашей рыбки эти бусинки вот такие мелкие и крупные они светятся поэтому для камбала это еще дополнительно дополнительно привлекает камбу здесь можно поставить еще сюда ставлю лепесточек еще он на течение будет играть и будет тоже привлекать камбала и закончилась тоже большой светящейся бусинкой и далее идет крючок крючок 1 0 большой крючок потому что даже маленькая камбала рот такое что заглатывает фирину хрен его потом вытащишь и 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 В самом полотке делаем то же самое, но немножко можно разнообразить, другие бусинки поставить, другое сделать украшение. Все это помогает привлечь к кому. Поверьте. Теперь поставлю лепесток, еще одну бусинку. Теперь поставлю какую-нибудь блестящую. Вот такое украшение, как на елке. И крепим поводочек, крючочек. Поверьте. Ну вот, в принципе, и все. Вот такая получается снасть. Конечно, она немножко длинная. Но для заброса нам нужны палки где-то, наверное, 4,20-4,50. Чтобы делать именно дальний заброс. Потому что ловим мы с берега, а не с лодки. Все, дорогие друзья, будьте здоровы. Ни хвоста, ни чешуи. Кому понравилось, ставьте, что мне понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы. Спасибо за просмотр по звуку. Продолжение следует...